Так, всем привет, это вторая игра второго дня. Это у нас играть Кьюикаки и Пума. Так, обрезка полос, и поехали. Первая карта у нас это IC Cup Test Bug. Test Bug это оригинальный маппул, которого нет в ладере. Используется только на турнирах высокого уровня, но и на некоторых неизвестных турнирах тоже она есть. Скилл карта большая, 3 балансных респауна, никакой имбы там ближних, дальних, там кроссов, ничего нет, все по балансу. В центре есть 3 золотые нычки с камнями, по бокам миллион экспандов, клифы, широкие пространства, то есть все расы найдут какие-то плюшки. В ландшафте этой карты, и Пума делает свою фирменную застройку у рампы, что с тиранами, что с зергами, что с тосами, со всей расой. Со всеми расами в СК-2 он делает застройку. Ну окей, видимо ему так больше нравится, ему это комфортно, когда противник не догадывается о том, что может быть у Пумы. То есть на каком-нибудь турнире он, бац, сделает застройку снаружи, фу, но застройкой на рампе сделает 5 гитов тиранских, ну 5 бараков, и АЛН с КСМ-ками. То есть играет, допустим, да, там, год стандартно с ГАЗ, Факта, Старпорт, там какие-нибудь, там, медиуаки с садскими гирионами. И бац в финале, там, GSL за 200 тысяч долларов, делает 5 бараков без ГАЗа. И все, и противник не ожидает. То есть видит стандартную застройку. Ну и что? Ну это застройка дает огромное количество возможностей. Но любой ол-ин ранний, с КСМ-ками, с мародерами, 3-4 барака, что угодно. На фаз ЦЦ, без ГАЗа, на 1-1-1, то есть Майорики Банши, Танки, что угодно. То есть если ТОС не успевает ехать пробкой, то все. Там провал. ТОС просто играет в угадайку. Потому что в отличие от зерков и ТОСов нет. Оверф, он не может залететь там по воздуху и проверить, что происходит на базе у Террена. Обс появляется нескоро. Да, и Кьюикахи играет. Стандартный дефолт, то есть у него 2 ГАЗа. Кибернетка, а там у нас реактор с бараком. Ну это будут 2 барака. Легкие под пуш. Марик прикрывает, чтобы не заехала пробка наверх. Но стыд Марику кривовато, можно было поставить его немножко дальше. Чтобы он встречал пробку заранее. То есть пробка может подъехать к рампе. И в тупую проехать через Марика. То есть Марик не успеет ее убить. Если Марик будет встречать ее сразу же, то есть на подходе, на подлете к рампе, то пробка не успеет доехать. Очень быстрый Роботикс. Очень быстрый Роботикс. Один гейт Роботикс. И КСМ-кав все парит. И Роботикс, и один гейт. То, что бустов нет. Но только на арфгейт. В арфгейт бусты вообще очень интересная темка. Если вы с Талкером замечаете, что камни лет серы, например, пуш там с двух-трех браков, вы тут же можете варпануть Сентрика одного, делаете буст, достаравите гейты, и варп остеечет Сентрия нон-стоп. То есть варп помогает жестко отбиться. И от выхода нет варпа. Все просто. В этом плане варп просто офигенно играет. Когда то скаляют и уходят в технологии. То есть вроде да, вы ходите в колоссов. Нафига вам варп? Варп помогает отбиться. Один гейт Робо. Иморталы. Фаст Имортал. Фаст Имортал Сентрик, ну нормально. Хватит, чтобы отбиться. Армии. Киго Каки. То есть там вообще армия смешная. Там один мародер. Четыре марика, два КСМ. Должен отбиться. Особенно если кинет хороший форсфилд. Сентрией. Или будет мана на гвардии. Ну скорее всего будет форсфилд. Потому что мана на гвардии на еще нет. И отжимает. О, зажал, все зажал. И может он убивает тут же. Мародера. И марики просто терпят. Отличный микр от Киго Каки. Просто красавчик. Разменял Сентрика на мародера. Пять мариков и два КСМ. Классный билд. Ну не классный, но... Здесь косяк скорее Пума, потому что он пожадничал. Можно было проверить КСМ, заехать наверх, посмотреть, сколько там Киго Каки, да. А он вслепую поехал и отдался. Нелепая отдача, но... Поторопился, поторопился Пума. Теперь у него все плохо, потому что ТЦ поздно. Факты бараков нет, ничего нет. Только сейчас пошла факта. И Пума поставится фаст колоссов. С одной базы. То есть там фаст колоссы, там без рейнджа. Такой пуш интересный есть. Два колосса без рейнджа. Два или три. Вроде два. И три гейта. Вот. Если вы не успеваете выйти там, викинги того, вас просто разрывают. Или там три гейта имморталы, тоже пуш неплохой. Но в А3 вроде было четыре гейта имморталы. Вот такой пуш. Тоже есть. То есть там нужно либо пехоту перемасивать, либо делать медиваки с викингами. Но универсальная тема это именно медиваки-викинги, потому что вы можете отбиться и от имморталов с помощью медиваков, и от колоссов с помощью викингов. Потому что если будет колосса, то ваша пехота не порешает. А медиваки универсальны. Старпорт, мародеры, марики, стимпак уже есть. Факта, видимо, будет делать сейчас реактор для Старпорта. Реактор, да, заказанный реактор под Старпорт. Старпорт, да, Старпорт имморталов в Киви Каке. Два гейта роба. А есть ли опса вообще у Киви Каки? Вроде не было опса в продакшене. Это странная тема. Почему нет опса? Опса вроде по деньгам не... Не жёстко будет... А, есть опса, всё хорошо. Пропустил я опса, но опс уже летает на натурале у Террана. Сразу два газа ставят Киви Каки. Очевидно, что это будут колоссы. Всё-таки два газа, три имморталов. Не требуется. Скоро будет добавлен роботикс бэй. Я уверен. Да, вот он. В продакшене. Да, ранняя форжа. Довольно ранняя. Но она пока одна. На самом деле не такая ранняя. Там всё-таки четыре газа уже качается. И вполне обоснованный грейд на плюс один. От протаса. И Пума, неужели выходит вперёд? Двойной дроп полетел. Факта на разведке. Выходит, Киви Каки спалил. Или не спалил? Видел ли он эти медиваки? Нет, не видел. Показалось, что он встречает дропы слева. Но нет. Ой-ой-ой, да, опасный момент. Пума, Пума, ты можешь... Пума может умереть прямо здесь и сейчас. Потому что нет армии вообще у Пумы на натурале. Пума это понимает, делает. Высаживает с медиваков всю пехоту. Но всё, всё-всё-всё. Тот ушёл, и Пума продолжает. Лететь дропом на мейн. Факта залетает сбоку. Может отвертить внимание, опять же. Факта вообще можно сесть на рампу. Вот перед рампой. И интересно, можно так сделать? Ну, Факта садится на рампу. И имморталы тупят в проходе. И сталкеры тоже тупят. Можно ли так сделать? Или где Факты там? Факта и барак. Блочат рампу. А в это время вы делаете тройной дроп на мейн к Тосу. И убиваете Нексус, например. Колосс, Колосс, Колосс! Вышел Колосс, свеженький, новенький, жалко его! 41 хп. И Колосс уходят на Лалах. Уходит и Пума, но Пума потерял целого Марика. В это время забегали на натурал. Терпят пробки. Одна, вторая, третья, четвертая пробки умирают. Умирает до варп. И Кас... Какой битый Колосс! Неужели отдаст? Нельзя отдавать Колосса! Снова попытался тропнуть на мейн, но там уже встретили его имморталы. И Сентерей. Все хорошо. Как круто... Очень круто среагировал на разводы. Кивикаке. То есть вспомните игру даже Пумы. Пума с Соки на Extreme Masters. Как жестко он развел Соки. А вот Кивикаке не повелся. Красавчик. Развел армию очень грамотно. И потерял совсем немного. Даже Колосса засевил. Проблема в том, что у Пумы строится третья база. И как бы он не собирается слезать с Протаса. Он будет летать, летать и летать. В это время он будет копиться на натурале. Викинги, Грейды. Все дела. Копиться и хамиться. База скоро будет готова. Скоро на него полетят мула. Да, потерю. Все измеримы. Друг с другом. Скан. Видишь, что армия с колоссами стоит на мейне. То есть на натурале. А на мейне там имморталы, скорее всего. Имморталы эсцентрики, да? Да, имморталы эсцентрики. На мейне. Буси согреть на броню. Цитадели пока нет. У Протаса. Гостятня добавляется. У Пумы, ну, всегда госты полезные. Это миксовка с Тосом. То есть у любого микса Тоса есть всегда щиты. Щиты, которые можно снимать ЕМП-шкой. Есть там штормы, нет штормов. Госты пригодятся. Переводится миллион рабов. Градится планетарка. Скоро полетят на него свежие мулы. Еще полезная тема, что госты снимают ману. То есть щиты у колоссов. И колоссы очень быстро. Ну, офигенно быстро отдаются на викингах. То есть не успев сделать, нанести того урона критического, который может снять основную линию пехоты. То есть мариков. Колоссы умирают, не окупившись. Это тоже очень важно. Не говоря про то, что если попадет ЕМП-шка на Сентрей, там не будет гвардина. А у Кьюикаки всего два Сентря. И попасть по ним, ну, очень просто. И Мортал, опять же, тоже на ура ловит ЕМП. Сталкеры там все терпят от ЕМП. Любой юнит, ну, кроме, наверное, Зилота, да. Зилота еще более-менее терпит ЕМП. Все остальное просто негодует. Вот у Протаса. Лимит у Кьюикаки больше. Грейд у него такие же 1-1. Грейд на мэне висит, он ждет своего часа. Сейчас самое время для дропа, или нет? Покажите дроп на мэне, он по-любому есть, по-любому есть. Да, заледает дроп. Воробов, а там ничего нет, не до варпа, ничего нет. О, Кьюикаки. Деньги есть, но ничего не варпается. Нет, варпается. Два Зилота, но Зилот не хватит. Потеряет мэн. Кьюикаки, если не продавит. Он должен продавить. Или все потеряно. Или это провал. Хендран викингами, вот отлетает. Отлетает, но колоссы стоят грамотно слева. Викинги отдаются, и колоссы, колоссы живые. Четыре колосса нарезают. И Пума просто... Просто аннигилируется. Красавчик, Кьюикаки, просто смял корейца. Вообще великолепно. И на мэй не отбился. Вообще по красоте. И на бешеном микро. Колосс умирает, но здесь так много Кьюикаки. Мародер не затащит, к сожалению. ГГ пишет, Пума. Кьюикаки берет первую игру. Такой анжойстик. Вау. Я не могу верить, что мы видели от Кьюикаки. От первого пуска. От дроповедения в игре. От университетов на фронте. И потом, опять же, ничего нового. Нет зелота. Так много стаукеров. Так много стаукеров. Никакой тетадерри. Блинка, ног, просто колоссы, сталкеры. Два сэндрика, три мортала. Ну и парочка зелотов. Все. Стандартнейший микс. Протуса и... Хорошее отбивание дропов. То есть развод армии. Немножко туда, немножко сюда. Отбился, колоссы не потерял. Скопился. И сделал выход, убил. Очень грамотно. Сыграл Киви. Но Пума очень жестко разводил. Двойные дропы в кухарейском стиле. На мейна натурала забегания. У Киви реально железные нервы. Все-таки он покерист. Покерист. Киви-каке. Крутой покерист. Да, и нас ждет вторая игра. Вторая игра Киви против Пумы. Сможет ли Пума доказать имбовость корейцев? И все-таки взять этот сет. Вторую карту и третью. Да, народа немало. Согласен. Ну что, ждем вторую карту. Так, вторая карта у нас будет MLG Shutter Temple. Ну, Пумы, блин. Пума убил MC 3-0 в финале экстрим-мастерса. В финале нас убил MC 4-3. И Киви-каке простой. Ну, не топовый. По общему мнению, наверное, да? Тос. Который до этого MLG считался близ... Близким по уровню к топу, но не топом. У него не было каких-то крутых достижений, там, стабильной игры. Но здесь он просто отжигает. Просто он все карает. Всю группу. Убил Наду, убил там... О, кого он еще убил там. Ну, много кого он убил, короче. Рэта убил 2-1. Шета. Киви-монстр. Просто многие считали, что... Лучший Тос в Европе. То есть, лучший не корейский Тос. Это Хак. Но после этих игр, я считаю, что... У Киви все шансы есть. Отобрать. У Хака этот титул. Опять же, будет скоро ВЦГ проводиться в Канаде. Будет интересно наблюдать за ним. То есть, там играют у нас ТТ-1, Хак, Киви-каки. Ну, и куча. Таких послабее. Игроков типа Дрюби. Кто там еще у них есть? Дрюби-дрюби. Ну, кто-то еще есть, точно. Я уже не вспомню. Но много там канадцев. Будет жарко у них. Так, ну что. Газа пока нет. Что странно. Он пошел первый газ. У Киви. И без газа играть, по-моему, без газа. Это у нас, безусловно, будет фаст ЭЦ. Ну, точно не к прокси-браке, когда вы проигрываете 0-1, играете в какой-то чиз. Это не вариант. Вы будете играть максимальный сейв, который возможно. Максимальный сейв, это фаст Экспанд. Фаст Экспанд, макроигра. ТД и ТП. Тем более, респаун и кросс. Играть в экспу удобно. Так, так, так. Да, фаст Экспанд наверху. От Пумы. А Киви пока без Экспанда. Ну, скорее всего, будет Экспанд через 1 гейт и 1 газ. То есть офигенно ранее, либо будет 4. Ну, бустов-то много. Неужели это будет 4 гейта? Да не может быть. Забейте, я не верю. Не верю. Сейчас мы смотрим на... Нет, смотрите. Если бы было 4 гейта, пуш, то бустился бы Сталкер. Для чего? Чтобы как можно раньше отогнать КСМ-ку. Хотя, опять же, все равно отогнал. Пума добавляет 2 барака. Газа все еще нет. Нет, это не 4 гейта, не может быть. Киви, я не верю. Да, это будет 1 гейт экспанд. Уже поздно для гейтов. Пробка поехала, да, ставить. Офигенно ранее Нексус через 1 гейт. Опять же, потому что Киви видел, что там нет газа. Там не будет пуша с 1-1-1. Со стимпаком, с фугасами, мариком-мародерами. Два барака. Ничего такого не выйдет. И, в принципе, Киви ходяет грамотно. Зилы сталкер контролят. Выходы с рампы, чтобы не было ранних бункеров. Ну, не хватит 5 мариков, чтобы убить дела из сталкера. Хотя, если будет 2 сталкера, то точно не хватит. То есть, 7 мариков, перебор, 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 перебор. Сталкера нельзя терять. Нельзя никак. О боже, 5 хп у сталкера. Мрадилот. И ставит пилон слева. Киви-каки. Что-то-то-то-то-то затевает. Киви-каки недобрая. То есть, он, типа, идет экспант. Это видит прекрасно Пума. Думает, ага, там халява. Неужели они будут размениваться? То есть, сейчас вот варпает. Скорее всего, на пилон будет варпать сталкеров и зилов. Ой, тут 5 рабы, лол. Такой мескликацкий. Блин. Это такой косяк. Киви. Киви. Все. Увидел, хорошо. Уже Старпорт. Уже Старпорт. Такой ранний. На 6-й минуте Старпорт. С реактором. Сейчас может потерпеть. Пехота. Пума. Пехота умирает, лол. Пехота отдается. Минус все марики. Ну, просто нужно размикрить. И не потерять ничего. Не потерять ничего. Сталкеры терять на ровном месте. Киви-каки мог не терять. Да, всех мариков. Прокоцал. И Доварп. Доварп, Сталкеров. Там всего один бункер. Пара мариков. И мародер, лол. Можно продавить спокойно. Пробустить гейты, пробустить гейты. Продавить. Просто ничего нет у Пумы. Ничего. Он так... Там стимпак, медиваки. Все. И бункер минус. Минус бункер. Умирает Марик. Сталкеры все красные, но живые. Нужен Доварп, Зилов. Срочно. Три дела. Доварп и... Давить, давить. В это время 4 газа. Неолын. Стандартно. Можно выйти в колоссов. Все окей. С КСМ-кой пытается отбиться. Пума. Выщелкивает. Мародера. Киви. КСМ-ку. КСМ-ку бить, которая строит бункер. Или мародера. Хоть что-нибудь отчикать. Как жестко-то. 8 ровов почикал. Киви каки. И Пума еле-еле отбился. Буквально на соплях. Еще не факт, что отбился. Он еще будет терпеть и терпеть. Не стоит такая СМ-ки. Одна, вторая, третья. Умирают два сталкера. Умирают зелот. И вылетают первые медиваки. Уже не вариант кушать. Не вариант, когда у вас первые два медивака. Еще и под бункером. Такое не пробивается. Киви каки нужно выходить. Сайт роба. Третью базу. По робам плюс 20 робов. 20 робов. Цифра, да? У Киви каки. Добавляется роботикс. Форжа, да. Это будет стандарт. От Киви каки. Стандартное предложение. То есть каллосы. Городина плюс один, плюс два. И третья база, скорее всего, на золоте. Сразу, почему нет. Преимущество просто огромное. Вот оса. И скорее всего, Киви каки это понимает. Он столько убил робов. Здесь можно спасти пуму только божественный дроп. На мейн, натурал и убийство. Там, я не знаю, 10-20 робов. Просто по-другому вернуться в игру ему нереально. Убил пилон, конечно, но развивает золото. Да, пошел роботикс Бэй. Зилы, зилы, зилы. Робов миллион. Просто копит гопшу сейчас. Киви каки, лимит у него плюс 20. 80 на 63. 81 на 63. Застраивает пробок. Но почему-то Киви не берет третий нексус все еще. Хотя деньги-то есть. Минералов много. Застраивается колосятня. Есть газ и на колоста, и на рейндж. Тут же газ сливается. Насколько же Киви каки четок просто. Я не верю, что так может играть. Крутой европеец, топовый. Но на уровне Кореи он играет. На уровне топ Кореи. Просто все... Мега круто. Хак просто отдыхает. Имхо. Да, плюс 20 рабов у Киви каки. Немножко перестроил. Да, перестраивает. Отменил раба лишнего. Снова разводит армию на две части. Сталкеры на мейне. Основная армия на натурале. Да, избегание. Блин, там мало-мало. Здесь Киви каки, ё-моё. О, уходит колосс, колосс. Колосс нужно с колоссом, с делами. Медиваки убить, убить медиваки сталкерами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нравит мародер. Нравит еще два мародера. Забыл про них. Кореец высаживается дроп на мейн. Симпак. И пошли нарезаться рабы. В арбуте три сталкера. Сталкеров не хватит. Нужно подкрепление срочно. Мэйдэй, мэйдэй. Умирает один сталкер. Умирает второй сталкер. Третий рискует быть убит. Нравят рабы. Вот о чем я говорил. Только дропы могут спасти пума. И дропы вроде спасают. И пума потихоньку камбетчат. Рабов убил просто миллион пума. И они... Офигеть. 16 рабов минус. 16 рабов. И лимиты сравнялись. 87 или 97 на 97. Ну, сейчас примерно равны сейчас по лимиту игроки. И рабов сравнял. 48 на 50. Ну, чудо-дропы. Чудо-дропы разводы. Ну, как бы это... Это уровень. Ставит орбиталку на золото. Орбиталку на золото. Медиваки утращаются. Битые. Один живой. С пехотой. Все еще висит на третьей базе. Контролит ее. И пума понимает, что он играет с Тосом. 3 в 2. При том, что третья база у него это золото. Ему это очень, очень выгодно. Ему, по сути, нужно сейчас играть просто от обороны. Копиться, копиться, копиться. Делать выход возможный по третью базу Киви. Все. Просто дефенсив стайл. Да, высаживается пробка. Высаживается дроп, убивает пробку. И все. Вылетаем дальше. Просто базу Киви нет. Блин, и пума неугомонная. Ему мало. То, что у него есть золото, у него все окей. Он продолжает разводить, харасить. И слезает с кивикаки. Сейчас киви-то выйдет, емая. Киви-то, она дает тебе по щам. Здесь снова много кивикаки. Мало. Мало викингов. У пумы. Четыре штуки, это не серьезно. На три колосса. Под форсфилдами. Мародеры-то нет. Выживают все мародеры. Но в это время дропчик на мейн, на натурал. Блин, дроп снова карается. И что за лоудские до варпы. Что на мейне от дропа. Три сталкера вздохла. Что здесь три сталкера минус. Но размен уже хороший. Три мародера на три сталкера. По деньгам это в плюс. Естественно терран. Колосс. Фу. Сталкер в два раза дороже по газу. А и дороже по минералам. Добавляются пилоны. Лимиты сравнялись. 140 на 140. И уже два стерпорта у пумы. Один с реактором, один простой. И так любуются викинги. Ставится арморка, вторая инженерка. Но по-моему это все уже. Снова на сравнный лимит. Не сможет ли снова второй игре продавить? Та же самая армия. Четыре колосса. Сталкеры. Хорошие грейды. Но нет трех имморталов. В армии Кивикаки. Нет трех имморталов. Варп сталкеров. Уходит вперед немножко пума. Новый пилон. На подварп. Хорошая позиция для Киви. Хорошие форсфилды. Выбивается Гвардиан. Клосса отходит. Мордеры тупят. Но викинги живые. Викинги убивают всех холосов. Викингов не я фокусил. Кивикаки и Кивикаки разваливаются. К сожалению. Во второй игре. Да, такую игру вытащил пума. Просто жесть. Плюс 20 рабов в начале. Он так терпел, так терпел. И все-таки затащил. Два хороших дропа. Хороший развод забегания на натурал. Игра сделана. Ну и наглое золото, конечно, тоже порешало. Лимита плюс 40. Здесь уже Кивикаки не вытянут никак. К сожалению. Но будет третья игра решающая. Где Киви сможет покреативить. А вот если бы Киви в тот момент, когда он пушил с тремя гейтами, вместо Гозилок и Робов добавил бы еще там 2-3 гейта. Он бы спокойно пропушил и выиграл. 2-0. Но нет. Киви не такой. Он сыграл в макро и проиграл. Да, Пума сравнял счет. Монитор пока не купил. Про игру братка я слышал, мне рассказывали. То ли он с Десмаском играл, то ли еще с кем-то. А, с Грейджоем вроде он играл. С кем-то смурфом. Ротасом. Да, и Грейджоем удалился слить 25 на 50. Ну, в принципе. Браток-то не хуже. По дропам, я думаю, чем Пума. Ну, хуже, конечно, хуже, естественно. Но тоже дропает он не слабо. Да, решающий матч. Скоро на ваших экранах. Ну что, ждем. Спасибо. Так. Отлично. Говорят, что играют Кьюикаки и Пума за первое место в группе. То есть победитель проходит уже в топ-4, в верхнюю сетку, а лузер будет играть с лузером в опен-брекете, и далее у него будет лузер как раз в топ-4 винерской сетке. Топ-4 это у нас первые места всех групп. То есть винерская плей-офф сетка для топ-4. И карта третья у нас это Зелнага. Сверхагрессивная. Сверхкороткая. Все эти пушики, 3 гита, 4 гита, 5 гитов, куча бараков. Здесь, ну, вероятность макро-игры крайне мала. Давай дуэль. Я ставлю на быструю игру. Какой-то пушик, какой-то креативчик показывает нам места, возможности для прокси-старгитов, пуш с вайдреями. В принципе, вариант, учитывая, что Пума любит играть в фаст, просто в мега-фаст, в старпорт с медваками, фейдби-викингами, просто он не успеет дожить до них. Если будет играть Киви в 3 гита и Старгейт, не доживет. Пехоты мало, прилетят 2 горелки, там 6-7 сталкеров, поразилков и пробреют корейца. Пробку проверяет, что есть газ, все это уже фиг знает что. Это может быть и экспант, и пуш с 3 бараков, с 2 бараков, танки, бэнши, все что угодно. То есть сейчас Киви не знает, что его ждет, и он должен играть сейв, обязан играть сейв. То есть там фаст роба и так далее, чтобы его не пропушили. Играть в Нексус через Один Гейт на Зелнаге, это очень опасно, потому что оборонять его, ну сверх тяжело. Очень открытый натурал, 3 прохода на натурал, сразу 3, и с 4 с камнями. То есть тирану с пехотой, очень удобно пушить. Добавляется кибернетка у Киви Каки, скоро будет второй газ. Да, вот и он. Ну естественно, но не будет адекватный тост ставить здесь. Ван Гейт Нексус. А Киви именно адекватный. Пума же собирается играть в факту. Факта у нас будет с чем? Скорее всего это будет все-таки какой-то... Не, я не верю, что это будет 1-1-1. Это жесткий алл-ин. Просто он жесткий. Для финальной игры. Имхо не вариант. Я думаю, что это будет что-то более надежное, типа дропа Геликов с адским. И так далее. Просто Банша тоже не вариант с Киви. Потому что Киви любитель фаст-робы. Просто уже по двум газам, которые были поставлены у Киви, Пума понял, что будет фаст-роба. И чем контрить фаст-роба... Сейчас мы узнаем. Ну просто это не... Не то, что два газа сигнал к фаст-роба, А то, что Киви играет постоянно фаст-робы, Что он не любитель дарков, строгитов и так далее. Что это уже подстройка, скорее всего, под игрока. Брак с реактором. Факта-факта. Блин, ну похоже на 1-1-1 на самом деле. Да, очень похоже. Да ладно. Что, лынить будем? Там опс... Обсанит, лол! Киви каки обсанит сделал. Такой фейл. Блин. Ну то есть он не знает, что там. Он не знает. Делает иммортал и будет выходить в экспан через пару иммов. И два гейта. И его примут на этом деле. Его примут. Потому что двух гейтов не хватит, чтобы отбить такой АЛН. Да, танки это будет... Именно эта страта. То есть по реактору на бараке, даже который спарит. Там пробка или сталкером может спалить киви каки. Не понять, что там. Какой-то пуш, пехота, экспант, что угодно может быть. У пумы. И киви не понять. Тем более, что киви не сделал опса. Почему киви не построил опса? Почему? Решающая игра. Карта дуэльная. Опасная. Вот. Вот. Прилетел опс наконец-таки. И с овцом вставит. Нексус киви. Тоже по этому билду он поймет, что его ждет. Он скорее всего отменит. Нексус добавит один-два гейта. Скорее всего два гейта он добавит. Возможно, и один. Но сейчас точно отменит Нексус. Сто пудово. Смотрите. Видит. Баншей танки. Тут же отменяется. Нексус. Да должен, должен отменять. Тут как бы не вариант вообще. Играть в X-Fu. Старгейт. Старгейт. Скорее всего, это будут фениксы. Фениксы, которые законтрят Баншей. А наземную фигню он будет контрить делами. То есть это будут делы Феникса, Морталис и Сентрями. Я ставлю на это. В принципе, им бы неплохая тема бы получилась. Да, им добавляется два гейта, о чем я и говорил. И отменяется Нексус, правильно. Ну, я угадал. Бинго. Единственное, что я не знал, не угадал про Старгейт. Но это креатив, признайте. Что не часто одевают. Такой пуш с помощью Старгейта. И скорее всего, это будут фениксы. Да, это фениксы. Ну, то есть феникс вылетает, и тут же идет размен баньши на феникса. То есть феникс в эту же секунду окупается. Потому что баньша стоит столько же, сколько феникс. 150-100. Да, и тут же нужно лететь фениксом, встречать баньшу. Ну, лети, лети фениксом. Полетел, полетел. Отлично. Найдет или нет, найдет или нет. Нужно найти баньшу по-любому. Нет, не находит. Фейл. А в это время выход. Просветил, убил опса. Открываются гейты. Когда феникс поднимает танки, он убивает баньшей и поднимает танки. Опять же, очень важная тема, но феникс напарывается на Мариков. И чудом спасается. Второй феникс. Третий в заказе. И снизу встречает тирана киви, не дает ему разложиться. Это очень грамотно. То есть подпустит его к себе под минералы, под рампу. Все, пиши пропало. Там достают танки до... До мейны и там провал. Нужно встречать. Поднимать танки фениксами. Нужно микрить очень грамотно, очень аккуратно. Да, нужно офигенно микрить сейчас. Просто все на микр замешано. Как поднимет, как убьет танки. Все на этом. То есть можно, в принципе, и маме по танкам. Фениксами убить сначала баньшей, потом поднять танки. Или Мариков. Ну что-нибудь нужно сделать такое крутое. Так, подлетел. Пошел Гвардиан. Хорошо, подхарасил, но там КСМ-ки они вычинивают. Тут же баньшей. Но время работает на кивикаке. Время работает на него. У него работает нормально мейн. У него там куча рабов. У него качают все газы. Да, инкам в два раза больше. Просто не нужно сражаться сейчас кивикаке. Летаем, летаем, копимся. Хорошо, хорошо. А где все минералы-то? Где имморталы? Где все вообще? Зилов? Ну, зилов на самом деле немало. Нападает, нападает кивикаке. Врубается Гвардиан. Минусуется первый танк. Минусуются банши. Великолепные форсфилды. Зажимают половину мариков. Умирают все банши. И неужели киви сможет отбиться? Но 10 миллионов мариков, которые живы и... Нет, все-таки не хватает. Кивикаки. Мясо. Все марики живые. То есть старался микрилл кивикаке в хокус сел, но все марики... С фулл хп это жесть. Их слишком много. Не хватит трех зилов и морталы, к сожалению. Да, там еще три танка. Поднимает мариков, но... Теряет всех фениксов. Выезжают пробки. На дачу и киви проигрывает, к сожалению. 2-1. После такого классного начала. Не дотащил. Теркс. 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 Теркс.